Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Формы и методы работы коммунистов в рабочем движении». Ведет занятие секретарь Ленинградского комитета РКРП и Родфронта Степан Сергеевич Маленцов. Пожалуйста. Также напоминаю вопросы, как обычно, в письменной форме, вот листочки и запись на уступление. Здравствуйте, товарищи! Значит, прежде всего, давайте определим понятие, что такое рабочее движение. Под рабочим движением мы здесь будем понимать организованную борьбу рабочего класса и его отрядов с буржуазией и ее государством за свои коренные интересы. Исторически, какие задачи стоят перед рабочим движением? Прежде всего, собственное расширение движения. Карл Маркс писал, что бывает в истории моменты, когда успехом рабочего движения является его собственное расширение. Следующая задача – это подъем рабочего движения, его революционизация. Тот же Маркс писал, что рабочий класс либо он революционен, либо он ничто. Ну и следующее – это совершение социалистической революции, проведение революционных преобразований в обществе, построение коммунизма. Такие задачи перед рабочим движением. В настоящее время мы переживаем с вами этап временного поражения социализма. Рабочее движение временно отступает. И несмотря на усилия наших честных и сознательных товарищей, несмотря на их призывы к рабочему классу предпринять те или иные действия, каких-то видимых результатов мы с вами не видим. Почему? Некоторые говорят, что класс уже не тот. Времена Маркса и Ленина – это были одни рабочие. Сейчас уже научно-технический прогресс изменил классовую структуру общества. И поэтому надо искать поддержку в других слоях общества. Другие говорят, что формы и методы не те. Научно-технический прогресс ушел вперед. Давно уже у нас есть интернет, социальные сети. И основной упор надо делать на эти формы работы. Ну, так ли это или нет? Давайте будем разбираться. Но прежде всего отметим, что рабочий класс борется не благодаря нашим призывам, в том числе, которые делаются в сети интернет, а исходя из объективных условий. Сама жизнь заставляет его бороться. Однако, несмотря на такое нищенское существование большинства трудящихся, адекватных действий вот этому положению мы пока не наблюдаем, не видим. Ну, и для того, чтобы объяснить поведение людей, человека, и решить эту задачу, она не такая простая. И многие ученые посвятили жизнь, чтобы понять, почему человек принимает то или иное решение, тот или иной поступок следует. Мы сейчас последуем рекомендациям первого секретаря Ленинградского комитета Российской Коммунистической Рабочей Партии Терентьева Юрия Григорьевича и остановимся на теории доминанта Ухтомского. Ну, чтобы понять, почему человек принимает решение и, собственно, ведет себя тем или иным образом. То есть, обычно как происходит реакция на что-то? Действует внешний раздражитель, назовем его стимул, действует он на, как говорил Ухтомский, физиологический прибор. Это может быть и человек, либо часть. На выходе получается какое-то движение, какая-то реакция. Это простая картинка, рисунок один. Здесь напрашиваются следующие выводы. Для каждого стимула есть своя реакция. Чем сильнее стимул, тем сильнее реакция. И если подобрать стимулы, соответствующие и воздействовать на человека, то можно получить соответствующее поведение, моделировать его. И эта точка зрения одно время господствовала в науке. Однако на практике это не совсем так. Это неверно. Обнаружил это Ухтомский Алексей Алексеевич. Его жизнь и судьба достаточно интересны. Родился он в 1875 году. Умер в блокадном Ленинграде. Оставил после себя большое наследие, которое следует изучать. Как и все великие люди, он о сложных вещах писал доступно и просто. Поэтому любой человек может начать читать его работы. И достаточно понимать большинство, все, что там написано. Он случайно обнаружил, что вот эта закономерность, она зависит от того состояния, в котором находится вот этот физиологический прибор. Эта реакция может протекать по-другому. Тот же самый стимул давать другую реакцию. И наоборот. Другой стимул давать прежнюю реакцию. Я на примере сейчас поясню. Если ударить током, то удар, разряд тока через человека вызывает определенное движение в конечностях. Чем сильнее, в общем-то, ток, тем сильнее это движение. Однако, если в этот момент человек или животное будут, например, пить, то вот этот удар тока не вызовет движение в конечностях, а он наоборот будет способствовать скорейшему завершению акта вот этого глотания. То есть усилит вот это, так сказать, поведение, да, которое выполнял организм в этот момент. Ясно, да? Поэтому вот эти стимулы, они действуют не так прямолинейно, как предполагается и предполагалось. И вот сама идея вынашивалась им 18 лет, прежде чем он ее сформулировал и изучил как следует, и вынес на суд общественности. Для того, значит, он говорит о том, что каким образом пойдет реакция от данного возбуждающего стимула, зависит та доминанта, которая в данный момент существует в данном организме. Доминанта представляет из собой цепь возбуждений нервных очагов, которые связаны между собой. И импульс, который идет на один нервный центр, он передается на другие, которые работают. А все остальные центры в этот момент происходит реакция торможения. То есть импульс проходит по определенному пути. Вот этот путь весь внутри организма называется доминантом. Он существует на разных отделах центральной нервной системы, в том числе и в коре головного мозга. Вот эти доминанты, они определяют, собственно говоря, поведение человека. Для того, чтобы доминанта развилась, нужна повышенная возбудимость. То есть вот этот сигнал, раздражение, оно должно быть достаточно для того, чтобы центр уловил это раздражение. При этом есть границы. Слишком сильные действуют, наоборот, угнетающие. Слишком слабые не чувствуются. Дальше должна быть стойкость возбуждения во времени. То есть этот центр должен возбудиться и длительное время существовать это возбуждение. Ну и способность центров накапливать вот эти возбуждающие импульсы. Потому что в реальной обстановке идет, конечно, не один стимул, а их много с разных сторон. Возбуждение идет, и вот оно накапливается, накапливается, и цепь, так сказать, замыкается. И на выходе мы видим реакцию сложную. Вот эта доминанта, раз возникнув, она обладает инерцией. То есть не то, что чем больше нервных центров задействовано, тем сильнее инерция. Но она еще может воспроизводиться. Когда доминанта разрешилась, при определенных условиях она опять восстанавливается. Та же самая доминанта, раз возникнув. Опыт. Любое воспоминание – это доминанта. Это тот опыт, который мы с вами пережили. Что такое, чем человек отличается от животного? Тем, что мы прогнозируем свое поведение, моделируем его. То есть мы создаем в голове абстракцию некую, создаем доминанту. И потом проверяем ее на практике, соответствует этот образ или нет. На практике. И вот этот результат, который можем получить с вами практически, он отодвигается на многие годы, на многие десятилетия. То есть проверить свою догадку мы не сразу, значит, можем получить результат. И Уктомский ввел такое понятие «хронотоп». То есть разные люди по-разному видят границы будущего, по-разному прогнозируют свое поведение. Великие люди заглядывают далеко, ну, так сказать, другие поменьше. Поэтому то поведение, которое демонстрирует человек, который видит будущее, в данных условиях, оно выглядит, может быть, глупо, нелепо, но оно направлено на будущее. И Уктомский говорит, что нужно воспитывать в себе различные доминанты. Учиться овладевать человеческим опытом, это значит, с точки зрения физиологии, создать вот эту нервную цепочку у себя, в организме. И она будет потом все время повторяться. Для того, чтобы учиться играть на пианино, надо очень долго тренироваться. С точки зрения физиологии, это просто определенная цепь, определенные доминанты через кору головного мозга, которая есть у человека. И вот эта доминанта, раз развившись, она протекает легко и свободно, как рефлекс. То есть можно научиться играть на пианино, можно научиться управлять государством, можно научиться всему. Доминанты – это как рефлекс, как условный рефлекс, который мы в себе вырабатываем. И мы, говорит Ухтомский, должны каждый день воспитывать в себе доминанты. Учиться не выйти из скорлупы собственной индивидуальности, но учиться видеть вокруг человеческие лица, и учиться у них, понимать их поведение, и понимать, что за этим стоит. Понять собственное поведение, конечно, сложно. И большинство людей объясняет его, подкладывая какое-то некое мировоззрение. То есть почему такое поведение не могут объяснить, на самом деле почему. А версия у них есть. В Томске здесь интересную мысль проводит. Он говорит, что, наверное, природу мало заботило, чтобы курица понимала, как устроены ее глаза и перья, почему она кудахчет и роет песок, когда кладет яйца. Точно так же и наши объяснения собственного поведения очень близорукие. Это то, что касается теории доминанта. Поэтому в целом на человека действует очень много, рисунок 3D, различных раздражающих факторов. При этом состояние человека уже находится в какой-то доминанте. Мы каждый раз, у нас определенная доминанта присутствует. И из всего многообразия импульсов мы будем выбирать только те, которые поддерживают данную доминанту. Все остальные будут отсекаться. Еще есть определенная закономерность здесь. Тот импульс, который действует на доминанту, если становится слишком сильным, он приводит к обратному. Он начинает тормозить эту доминанту. Вот, наверное, многие замечали, что человек, который колеблющийся, если его начать слишком сильно давить, то мы можем получить обратный результат. То есть мы вот этот своим раздражающим фактором передавили и получили обратный результат. Вызвали торможение и образование доминанта по другому пути. Значит, здесь мы остановимся на этом пока, да? Взяли это за основу и попробуем с помощью вот этих знаний немножко поговорить, что из себя представляет рабочий класс, который вышел из Советского Союза. Вот рабочий класс. Какие доминанты были у советского рабочего? Ну, прежде всего, это бескорыстный и добросовестный труд. Кто посмотрит работы Ленина 18-го года, тот заметит, что проблема организации труда стояла очень сложно, потому что рабочий класс, работая в Царской России на капиталистов, он привык отлынивать от работы всякими способами. И вот сразу перестроиться просто так, это крайне тяжело. У него была другая доминанта в поведении. А здесь надо бескорыстно, добросовестно, самодисплинированно трудиться. И вот за годы советской власти эта задача была решена. В целом, были разные, так сказать, отклонения, но в целом. Рабочий класс – это доминантное поведение было советского рабочего. Ситуация изменилась. Буржуазное государство, доминанты те же. Зачастую без зарплаты, безропотно как-то, да, мы наблюдали эту картину, приходили и работали. Почему? Потому что доминанта, вот она. Ее изменить очень сложно, вот эту доминанту, которая выработалась, установилась. Она обладает инерцией, она воспроизводится. У нас на электросиле в начале 2000-х еще начальник цеха, чтобы мотивировать труд женщин на штамповочном производстве, собирал их и говорил, что нужно напрячься, остаться, потому что государственные программы надо выполнить. Государственный план надо выполнить. Во-первых, уже государство другое. Государство рабочего класса или государство буржуазии. Во-вторых, какая государство? Ну, просто наморосил голову. Это же частное предприятие, нет ничего. Но он запускал вот эти механизмы, вот эти доминанты, вызывал в них, значит, чтобы они трудились. Рабочий класс привык доверять начальству, кто доминанты, кто до сих пор сохраняется отчасти. Мы говорили о том, что любая доминанта, раз возникнув, она сохраняется. Помните, Ленин говорил, что революция 1905-1907 года, это генеральная репетиция была Октябрьской революцией. Потому что за два года революционных вот этих боев рабочий класс получил определенный опыт. У него были определенные доминанты, которые при соответствующих условиях опять включились, он был подготовлен уже. Они уже были, то есть у него был опыт. Он включился. Сейчас у современного рабочего класса такого опыта нет. Его надо нарабатывать. Есть известный достаточно профсоюз форта, который впервые в новейшей истории России организовал и провел самую длительную забастовку. Она продолжалась три недели. Сейчас на форте дела не очень хороши, рабочих сокращают. И им стало трудно устраиваться на других предприятиях. Их не берут, потому что у них опыт профсоюзной борьбы, опыт забастовочной борьбы. У них есть соответствующие доминанты поведения. При определенных условиях они могут быть катализаторами, организаторами этой забастовки. Они его получили. Поэтому работодатели и буржуазии, они опасаются таких людей и стараются держаться от них подальше. Теперь давайте с учетом всех вот этих теоретических наших послов с опорной теорией Ухтомского рассмотрим и оценим те практические методы работы, формы и методы, которые мы с вами вели в последние годы. Начнем с экономической борьбы. Отметим, что рабочий класс борется, ведет экономическую борьбу без наших воздействий, без участия коммунистов и вообще кого-то. Они были самостоятельны. Причем ведет это повсеместно, широко. Но более высокие формы борьбы экономической требуют организации. Мы можем увидеть массу протестов, целью которой получить заработную плату, которую не выплачивают. Но для того, чтобы поднять заработную плату, это более сложно. Уже нужна профсоюзная организация. Большинство трудящихся и рабочих России организованы в профсоюзной системы ФНПР. Те самые профсоюзы, которые с точки зрения международной организации труда профсоюзами не являются. Потому что они объединяют и наемных рабочих, и представителей буржуазии, администрацию в одних рядах. Чьи интересы выражает такая общественная организация? Интересы сильного, интересы буржуазии, интересы господствующего класса. Это легко видеть на политике, которую проводит руководство системы ФНПР. Поэтому само руководство не заинтересовано в развитии низовых каких-то форм борьбы рабочего класса. И оно обеспечивает сохранение существующего строя, поскольку само безбедно живет руководство. Однако членская база падает. Рабочие тоже видят, что никакого прока нет. Это подрывает основу существования самой профсоюзной бюрократии. И в последнее время мы видим, что она оживилась. Она открыла определенные ресурсы, интернет-ресурсы. Газета «Солидарность» начинает обобщать опыты борьбы профсоюзной, обличать власть. Создала свою партию системы ФНПР и уступает на словах, по крайней мере, с достаточно прогрессивными требованиями. Другой вопрос, что возглавляет направление Шуршунов, скорее всего, ярый антикоммунист и антисталинист. Но тем не менее вынуждены такую риторику использовать. Мы работаем с этими профсоюзами. Работаем внутри этих профсоюзов. Потому что коммунисты должны работать в любых организациях рабочего класса. Там, где есть рабочий класс, в этих организациях должны быть коммунисты. Однако каких-то видимых результатов мы не добились. У нас есть товарищи, которые являлись членами профсоюзных комитетов. Но они оставались в меньшинстве. И на общем фоне отсутствия сознательной борьбы добиться что-то существенное не удалось. Но сейчас идет ротация. Старшее поколение вот этой профсоюзной бюрократии выходит по естественным причинам. Они все старенькие уже, большинство. Идет замена, ротация. То надо использовать этот процесс, мы считаем. И задача перед нашей партией такая стоит. Внедряться в систему ФНПР и стараться выходить на руководящие должности. Сейчас это можно осуществить. Они сами заинтересованы. Чтобы использовать этот ресурс, развернуть в нужную сторону. Потому что влиять на профсоюзы со стороны крайне сложно. Надо находиться внутри этих профсоюзов. Чтобы влиять на их деятельность. Есть другие профсоюзы, которые мы называем рабочими. Они не очень многочисленные, но они по крайней мере наиболее активны. И наиболее на слуху. Это профсоюз докеров, с которым работали в том числе и наши коллеги. По фонду рабочей академии. Это профсоюзы МПРА. Это профсоюзы системы защиты. Профсоюз МПРА, когда выходил на забастовку, он очень нуждался в любой помощи. И забастовка сама по себе раскалывала внутри рабочий класс на две, так сказать, части. Первая те, которые выходили на забастовку. Вторая, которые по разным причинам становились штребрехерами. И стояла задача перед теми, кто бастует, не пускать на завод. Не пускать на завод. Вот эти автобусы со штребрехерами. И они не просто бастовали где-то, сидели. Они каждое утро собирались и устраивали такую живую цепь. Проводили митинг и живую цепь для того, чтобы автобусы не пропустить. Ну и как-то морально воздействовать. Все равно они проезжали, но морально воздействовали с призывами присоединиться к забастовке. Вот мы участвовали. Ездили тогда на Форд. Естественно, такое участие, оно было полезно и для нас, и для работников Форда, для рабочих. Которые увидели на практике, кто, так сказать, с ними стоит плечом к плечу. Вот в этих, так сказать, противостояниях. И они тогда увидели, что из себя представляет государство. Когда приезжала полиция, когда, значит, угрожало разогнать их, применить ОМОН. Даже какие-то броневики вызывали из города для того, чтобы разогнать и запустить штребрехеров. Все это очень хорошо сразу становилось видно рабочему на практике. Потому что Ленин говорил, что рабочий социализм учится не из книжек, а из собственного опыта. В результате лидер этого профсоюза Форд, тогда был Алексей Етманов, под воздействием нашей работы в том числе, стал одним из членов Родфронта и секретарей политической организации, которую мы строили, более широкий фронт трудящихся, который строил РКРП. То есть он вышел на путь политической борьбы и сотрудничал с нами. Не имея достаточно, конечно, теоретических знаний. Есть система профсоюза защиты. Мы в ней, в этих профсоюзах, Российская Коммунистическая Рабочая Партия составляет большинство в руководстве. Сами профсоюзы не очень большие по численности. У нас был опыт создания вот этого профсоюза на заводе электросила. Пытались взаимодействовать с профсоюзами системы ФНПР. И поскольку численность была не очень большая, то объявить забастовку мы не могли. Но провести публичную акцию с привлечением журналистов нам было по силам. Что мы делали, когда шло сокращение завода территории под застройку с жилыми объектами и перенос предприятия за черту города? Это вызвало большой резонанс журналистов и гневную реакцию со стороны администрации, которая решила эту ячейку небольшого рабочего профсоюза уничтожить. Несколько лет они разными способами выдавливали лидеров, предлагая деньги. Купные часть брала, часть не соглашалась, стояла до последнего. Но в результате всех уволили. Последняя, Наталья Сергеевна здесь, которую уволили, ее вывели в простой. Полтора года она находилась в простой, хотя работа была... При этом отбывать в простой надо было приезжать на предприятие, да и не там, где она работала, а на другое. Словая машина объединяет несколько заводов, чтобы подальше ездила. И сидеть там одной в комнате, бывшая камера хранения, с утра и до вечера сидеть, там стол, стол и больше ничего нет. Это местонахождение в простой. Ну и в конце концов уволили за то, что она опоздала на эту комнату, потому что она с инспекцией по труду участвовала в мероприятиях, посчитали причины неуважительные и уволили. И все судебные инстанции подтвердили правильность увольнения, потому что там большие деньги, там владелец Мордашов, он хозяин завода, хозяин судов, господствующий класс, представитель господствующего класса. Потом правосудие на его стороне, судебная система. Был такой опыт еще устроиться на работу, ну коммунисты имеется в виду, на предприятие, которое находится в противостоянии с администрацией, профсоюз молодой, и попробовать там, значит, таким образом внедриться на руководящие должности и повести потом в нужное направление. Вот такое, она сейчас есть, фабрика «Невские пороги» в поселке Свердлово. Одно время там лет 7-8 назад возник профсоюз, который начал писать письма в инспекции по труду, в прокуратуру на нарушение, явное нарушение трудового законодательства. Они приходили, инспекция по труду видела, что действительно неправильно выписывала предписание. То есть получалось использовать вот эти прокуратуры, тогда инспекцию по труду, чтобы какой-то элементарный порядок навести. Но большинство работников фабрики были трудовые мигранты. Местного было населения мало, а эти приехали, у них свои доминанты, то есть, сказать, да, они, во-первых, на птичьих правах, и, во-вторых, они приехали с конкретной целью не участвовать в борьбе, а там заработать для семьи, отослать денег. Поэтому профсоюз численно не рос. И через какой-то пик по численности он начал сжиматься. Тем более председателя профсоюза уволили. Вот у нас один товарищ устроился, поработал там два месяца грузчиком, пытался что-то сделать, но ничего у него не вышло. То есть не так это просто, что, насколько, так сказать, пришел и сразу все изменил. Так как не получается. Незнакомый человек. Поэтому такой опыт был, ну, неудачный. Значит, есть еще такая форма обмена опытом профсоюзной борьбы, которую ведут наши коллеги из Фонда рабочей академии. Это Российский комитет рабочих в Нижнем Новгороде. Собираются представители, борющихся коллективов основного, профсоюзных организаций, которые имеют успехи, какой-то практический опыт, и начинают делиться им. Делегаты рабочие имеют решающий голос, но остальные совещательные, либо просто гости присутствующие. Это достаточно интересная форма, можно познакомиться. Она способствует расширению рабочего движения. Недостаток, на мой взгляд, состоит в том, что кроме экономических вопросов, а политических, организаторы запрещают вести беседу и прочее, и прочее, чтобы не спугнуть, или чтобы перед властями выглядеть нелояльно не хотят. Поэтому ограничиваются вот такими вопросами. И поскольку своего, ну, собственно, движения какого-то особого мы не видим, то опыта прибавляется крайне мало. два раза в год эти совещания, получается, что степень новизны незначительная. Мало что за эти полгода меняется. Пока. Бывают периоды, когда вот этот опыт, он прибывает каждый день. А бывает, что десятилетия, они, так сказать, стоят, почти стоят на месте жизни. Вот сейчас мы находимся в таком периоде, когда не очень быстро процессы развиваются. Поэтому одни и те же, когда ездят люди у нас, они просто говорят, что, ну, ничего нового там, мы уже все знаем. Поэтому неинтересно, скажем так. Хотя эта вещь полезная. И те, кто ни разу не был, я рекомендую съездить и посмотреть. Переходим к идеологическому содержанию борьбы. Прежде всего, это теоретическая. Теоретическая форма, она востребована, вообще говоря, единицами. То есть ее нельзя считать, что это массовая какая-то форма, которой мы овладели. И опять же, я привожу того же Ленина, что рабочий класс социализма учится не по книжкам. Поэтому она форма необходимая, нужная, но нельзя рассчитывать в этих условиях, что это будет массовая какая-то форма. И что мы таким образом всех подготовим, весь рабочий класс научим. Он под нашим грузом наших знаний, вот этих полученных знаний, совершает социалистическую революцию. Это не так. Но сама форма нужна, обучение. У нас есть, вы знаете, вот этот университет фонда рабочей академии, рабочих корреспондентов, в котором проходят эти теоретические занятия. Есть Красный университет. И здесь надо похвалить наших товарищей, значит, по фонду рабочей академии, которые организовали эту форму обучения. Красный университет через интернет. У них очень хорошо с каждым годом набирается численность, используют как раз вот эти современные технологии, интернет-технологии. Ну, социальная база, рабочих там не очень много, но их и не может быть много. Представители других слоев для усиления роста своих партийных рядов эта форма правильная, конечно. Есть различные научно-практические конференции, которые тоже направлены на то же самое. Здесь, наверное, стоит отметить те усилия, которые в этом направлении идут. Более простая – это агитационная форма. Здесь апелляция идет к чувствам, более простыми словами, призывается к более конкретным действиям, понятным в сегодняшних условиях. Агитационная форма. Листовки газеты, традиционная. Значит, занимается этим наша Ленинградская организация Российской коммунистической рабочей партии. Мы издаем газету «Трудовая Россия», готовим тематические листовки по предприятиям, посвященные этим предприятиям. Не так много, но и распространяем. В целом мы вышли на уровень 27 заводов, ну и по порядку где-то 3,5 тысяч экземпляров. Конечно, это немного. Ленин говорил, что политика начинается там, когда влияние идет на миллионы. Но мы влияем пока таким образом, не очень большим. Но тем не менее влияния идет, потому что это конкретное предприятие, из раза в раз раздается на том же самом заводе, идет привыкание, устанавливаются контакты, появляются сторонники газеты. И в случае возникновения конфликта на предприятии, я думаю, что именно наша партия, она и будет идейным руководителем. То есть к ней будут оперировать. Потому что все эти годы мы стояли, мы говорили, призывали. Ну вот, это черновая работа, она тяжелая. Надо встать, заставить себя, если утром раздавать, прийти в 6 утра, стоять, либо до 7, либо до 8 мы стоим, распространять газеты, можно разные услышать. Непогода, дождь, снег, все равно деваться некуда, а ты пришел, надо стоять, распространять. При этом люди, которые идут, они тоже по-разному реагируют. У них свои доминанты. Я попробовал просить людей, которые не берут газеты. Почему не берут? Так, интересно. Причина в чем? Не все берут. Одна пара, мужчина и женщина сказали, мы не идеологические. Ну, сказали, дружелюбные. Они понимают, что газета такая, но пока не вызывает у них потребности разбираться. Другие сказали, женщина, что она, ей некогда читать, потому что очень много работает. Я говорю, ну, надо меньше работать. И она так обрадовалась, да, говорит, надо меньше. Даже в пшах задержала, как-то торопилась. То есть вот доминанта, да, работать. Работать с утра до вечера, зарабатывать. На одной работе мало надо, на второй, это же доминанта. Она навязана. Он говорит, если ты так будешь работать, какое чтение там, уже никакого понимания, уже ничего не хочется. Другой товарищ говорит, немного так агрессивно, он сказал, да я, говорит, не беру ее, потому что сейчас придет другой, с этой газетой, с вашей, силы политформации не прочитает. Хорошо, да, то есть он тоже вовлечен в этот процесс. А не реагирует так негативно, возможно, потому что тот товарищ, наш сторонник, он передавливает, слишком большую стимулу, вносит и вызывает обратную реакцию. То есть если сильно ударить на человека, который не подготовлен, то может получить другой результат. но в целом он знает, правда, что говорит. То есть отношение хорошее, доброжелательное. Результат пока не очень большой. Единицы, которые есть, и эти единицы здесь, в принципе, присутствуют, которые вот именно через такую форму работы как-то прониклись идеями. Дело в том, что сейчас в этих условиях мы можем найти только людей наиболее сознательных, которые наиболее подготовлены к пониманию задач. Вот единицы. Когда начнется реализационный подъем, он рано или поздно начнется, таких уже будут сотни, там, и тысячи. Но пока единицы. Значит, социальные сети и интернет. Многие говорят, не надо заниматься распространением газет на предприятиях, давайте все силы потратим на работу в сетях. Во-первых, кто сидит в сетях с утра до вечера в интернете? Рабочие? Те рабочие, которые работают по 90 часов в сутки на тяжелых работах, я сомневаюсь вообще, что они туда открывают этот интернет. Потом в этом интернете тоже надо разбираться, ведь кто там присутствует, доминирует. Те же самые буржуазные сайты, буржуазные сети, буржуазные группы, все то же самое. Молодежка, в сетях, но все равно буржуазные диалоги доминируют, если бы надо понимать. У нас есть, хотя эту работу, я не говорю, что ее не надо вести, надо вести сайт, надо вести группы, но просто говорить, что это приоритетно, ни в коем случае нельзя. Она играет вспомогательную, на мой взгляд. Мы пробовали здесь собрать вот эту группу виртуальную. Там порядка что-то 1200 или 1300 человек было. Объявили сбор вот здесь. Сюда пришло физически, ногами, пришло человек, наверное, около 10. Мне не сообщали. А? Мне не сообщали. Это было лет 8 назад. 8 или 9 лет назад. Пришло человек 10. Ну, интересно, рабочих среди них не было. вообще, так сказать. И только с одним человеком мы потом продолжили дальше взаимодействовать. Это был журналист, но он был за социализм, но без диктатуры пролетариат. Поэтому дальше. Он ушел в другую. Есть. Коммунистическая организация. Ну, организация с названием коммунистическая, но не с нами. Ну, по крайней мере, хоть какое-то взаимодействие было. Все. Вот эта виртуальная группа, она на практике мало что дает. Теперь мы переходим к политическим формам работы. Ну, вообще, любое экономическое требование вынесено на национальный уровень. Оно становится, как говорил Маркс, классовым требованием, потому что это для весь класс. Любое классовое требование есть требование политическое. Вот закон об индексации, за который нас критикуют. Он родился в среде профсоюзов у МПЖ, когда оно вело борьбу за коллективный договор, все как фонда рабочей академии. Они решили, что неплохо бы внести в трудовой кодекс положение, которое позволяло бы и без коллективного договора, или опираясь легче коллективным договором было бы выключать, проводить это ежегодное повышение не меньшего уровня инфляции. Такая статья есть, но она не выполняется, и суды ее трактуют, что если хозяин фабрики поднял зарплату на 1 рубль, то он выполнил трудовой кодекс. А если не поднял, на 1 рубль не выполнил, тогда он выписывает предписание, ты нарушил трудовой кодекс статьи 134, по-моему, да? 134. Надо поднять. Он поднял на 1 рубль, смешно. Поэтому они решили приписать более четко. Это нашло понимание, и ряд депутатов Родфронта через Зак Собрания, поскольку у нас депутатов не было в Думе, вышли с законодательной сайти. И Петрозаводский в Карелии удалось прорвать преграду, такой фильтр, пройти фильтр. Там специфика такая, что Единая Россия не имела большинства и не могла бойкотировать этот закон, принять этот закон. Принял Зак Собрания Карелии, он пошел в Думу на рассмотрение. Мы получили трибуну и получили возможность организовать какую-то борьбу за принятие этого закона. К сожалению, она не вышла за рамки тех, кто вышел с этой инициативы, это здесь, в Ленинграде, профсоюз Занкура, тех, кто докеров и, сказать, других боевых профсоюзов не так много. С привлечением некоторой части профсоюзов системы ФНП. мы устраивали здесь акции поддержки публичной, но они были не очень многочисленные. Нету широкой поддержки снизу, оно не становится классовой борьбой, когда нету, когда несколько отрядов всего борются, а остальные нет. Поэтому, естественно, буржуазия отклонила этот закон, не прошел, не хватило нескольких десятков голосов формально, чтобы принять его в первом чтении. Вынесли его повторно, он опять находится сейчас в Государственной Думе. Когда он будет рассмотрен непонятно, в повестке дня он каждый день. Его в любой момент может рассмотреть, без рассмотрения по существу, просто поставить на голосование и отклонить. Дело в том, что его представляет некому, депутат Коррецкого Заксобрания Степанов, который его вносил автор законопроекта, уже не депутат, никто другой это сказать из Карелии не поедет, представляете, и ощущать этот закон. Поэтому Госудба такая. Мы помним еще раньше борьбу за трудовой кодекс, который в том числе организовал товарищи из команды рабочей академии, написав проект. Мы говорили на прошлых занятиях, и там была более массовая поддержка, ну и сам повод более масштабный трудовое законодательство. Ну и в результате этой борьбы даже родилась политическая партия, которая потом, она не очень долго прочитывала, но тем не менее какой-то организационная форма даже была. Борьба политическая, она порождает формы, которые необходимы для такой борьбы, в результате политической. Одной из форм политической борьбы является публичное мероприятие, пикеты, митинги, демонстрации с политическими требованиями. Мы эту форму как Российская Коммунистическая рабочая партия постоянно используем. Это прежде всего демонстрации и митинги 1 мая и 7 ноября. 1 мая день борьбы, день международной солидарности, день борьбы. Сама по себе доминанта выйти на демонстрацию у трудящихся есть. Вот если посмотреть 9 мая, какие массовые мероприятия проходят 9 мая. То есть доминанта есть, ничего такого нет. Однако не выходят 1 мая. Первая часть ФМПР выводит свой немногочисленный актив и вместе с Единой Россией идет на площадь Дворцовую. А другая часть красная которая идет на Исаакиевскую мы КПРФ и те профсоюзы которые действительно борются они не очень многочисленные со своим активом выйдут на Исааки. Но массовых то нет движения. Почему? Потому что нет какого-то запускающего механизма вот этой доминанта выкинуть на улицу. Праздник весны говорят. Праздник весны день борьбы для того чтобы это почувствовать это день борьбы надо бороться. Поэтому эта форма пока не наполняется. то есть мы ее используем как некий пропагандист с политическими лозунгами но она не наполнена не поддержана еще самим классом. 7 ноября то же самое. Здесь уже требуются не просто экономические лозунги еще и политические революции. Здесь еще меньше тех профсоюзных организаций которые участвуют. На нашей практике участвовали принимали участие в митингах и демонстрациях когда мы ходили 7 ноября это из профсоюза Форд с которыми у нас были очень тесные отношения и один раз профсоюз Докеров там совпал конфликт и их желание самих провести публичные мероприятия с даты 7 ноября мы их пригласили они использовали как бы эту возможность поддержали нас выступили со своими требованиями и мы их поддержали ну такое получилось соединение ну и одна из форм политической это конечно публичная политика это участие в избирательных кампаниях форма работы мы уже говорили на прошлых занятиях что любое требование политическое которое в форме закона надо оформить и принять необходима поддержка своих депутатов Государственной Думы Владимир Федорович Григорьев когда был вносил вот эти законопроекты после него были какие-то депутаты которые тоже поддерживали то есть эта помощь она нужна эта связка работает она усиливает рабочее движение позволяет ему лучше развиваться здесь надо участвовать тогда в выборах поддерживая своего кандидата надеваться некуда самое простое сказать что мы слабы мы не можем это спектакль это действительно так и поэтому мы будем их бойкотировать бойкотировать это значит ничего не делать мы будем смотреть на этот спектакль со стороны и заниматься тем чем занимались Владимир Ильич Ленин говорил что армия пролетариата ведет сражения классового бывают разные сражения осады там взятие крепости отступления наступления выборы это маневры партия на этот период должна перегруппироваться вот мы идем на выборы принимаем решение группируемся это наша главная задача сейчас в этот момент прошли выборы там 2-3 месяца все остановились перегруппировались пошли решать следующие задачи впереди выборы президента как мы будем относиться к этому мы понимаем что соотношение сил не в нашу пользу не в пользу рабочего класса конечно победит ставленник буржуазии большим перевесом но мы можем использовать эти выборы для развития рабочего движения или не можем мы считаем что можем как наиболее целесообразно если выдвинем представителя непосредственно представителя из среды самого рабочего класса промышленного рабочего по стажам которые имеют опыт организации рабочего движения участия опыт борьбы которые пользуются авторитетом выдвинуть рабочего что это дает во-первых это само по себе выдвижение рабочего на должность кандидата президента это заявка на политическую гегемонию класса в обществе понятно что таким образом если даже изберут гегемонии рабочего класса в обществе не будет потому что свою гегемонию класс осуществляет через органы диктатуры полетариата через совет а не через президент но это заявка мы говорим о заявке на гегемонию заявка рабочий класс то есть некая табу рабочий класс должен работать там а управлять будут профессионалы специалисты потом мы это самая высокая трибуна мы получаем самую высокую трибуну для агитации своих взглядов для пропаганды можно сидеть в сети интернет вот эти социальные сети собирать можно выйти на трибуну когда само телевидение и радио и газеты будут вынуждены в случае регистрации кандидата писать освещать то что он делает говорит а это между прочим десятки а может быть сотни миллионов рублей вообще вот это надо если бы самим закупать это эфирное время газетной площади затратить такие суммы когда ленинградские ленинградская организация пошла на выборы в городе они были совмещены с думскими и нас зарегистрировали я просто поинтересовался сколько денег из бюджета выделяет власть на агитации для оплаты эфирного времени на телевидение на радио вот у нас в городе здесь оказалось порядка где-то миллиона рублей большие средства это уровень выборов такой региональный они еще были совмещены с думскими основные траты шли на думске а не на региональной на партии понимают вот президент это огромная сумма которую можно использовать для развития борьбы это ресурс во время подготовки и проведения вот этих октябрьских ну отмечения столетия великого октября образовался здесь воркомитет определенный союз между различными организациями и сегодня проходит такое заседание продолжение вот этого полученного опыта взаимодействия как раз на нем обсуждается вопрос отношения марксистских и левых и разных организаций и прочих президентский выбор здесь в Ленинграде у нас собираются и Виктор Аркадьевич Телькин как раз поехал туда чтобы выступить с нашей идеей выделить кандидата президента из рабочей среды сплотиться вокруг вот этого движения или работы поэтому на наш взгляд на ближайший период главная основная форма работы это участие в президентской кампании по тому сценарию который мы предлагаем я закончил спасибо теперь вопросы вопрос для развития революционной борьбы рабочего класса насколько важна и необходима борьба за сильными религиями мракобещения революционной борьбы декоративной борьбы революционной борьбы дело в том что есть социальные корни религии поэтому бороться с самой следствием с мировозврением религиозным не устранив корней и не имея достаточных ресурсов чтобы бороться даже на уровне идеологии то все равно ничего не изменится поэтому Владимир Ильич Ленин считал что в условиях буржуазного строя или царского строя допустимо наличие верующих в видах партии и даже людей с саном которые являются попами или деканами допустимо если они только не будут считать это своей основной деятельностью а вот после победы когда класс взял свой выкид вот с такими элементами надо уже по-другому попов пускай они выбирают либо они партию либо они занимаются в церкви ну а верующие тут никуда не деться потому что здесь мировоззрение если он честный преданный делу ему надо помочь избавиться это же доминанта тоже своя она просто так не не преодолеть ее просто так сколько забастовок было в Ленинграде в 2017 году значит есть как говорил форт есть забастовки выигранные и проигранные не бывает забастовок законных и незаконных потому что с точки зрения нашего закона объявить эту забастовку практически невозможно там слишком сложная процедура слишком много запретов поэтому сколько было забастовок такой статистикой я не располагаю они были но большинство из них оно основное требование это выплата за должность по заработной плате это самое первое требование самое понятное оно не требует никаких профсоюзов наличия каких-то профсоюзов на организации а вот забастовок более высокого уровня с требованием повышения заработной платы наверное в 2017 году может быть и не было ни одной все вопросы закончили спасибо записалось три выступающих начинаем Герасим Иван Михайлович пожалуйста по-русски Степан Сергеевич очень хорошо начало с тем что рабочие движения это организованное движение рабочего краса за осуществление своих коренных интересов а если мы вспомним такое коммунистическое движение у нас это рабочее движение поднявшееся до осмысления своих коренных интересов и получается тогда что на современном этапе рабочего движения кроме как коммунистического быть не может можете сказать что есть же забастовки есть там и то и сё я бы это сказал как профсоюзное движение профсоюзное движение это определенное движение да оно политических целей перед собой не ставит если сюда не подключаются политические партии другое дело что все профсоюзы сейчас под партию не ходят и таким образом коммунистическое рабочее движение это одно и то же и поэтому вот здесь вот эти выражения Все коммунистические рабочие партии, коммунистическое рабочее движение Они появились в хрущевские времена и они носят несколько такой вот характер И даже вот я бы немножко придрался к названию этого лекции Очень хорошо прочитанной Степаном Сергеевичем Работа коммунистов в рабочем движении Это вот как-то так выглядит, что вот есть коммунисты, есть рабочее движение И вот коммунисты пошли в это рабочее движение, чтобы там помочь Это вообще, говоря, не совсем правильно Это классический кадр, они рекрутируются из всех слоев населения Это может быть совершенно верно И в первую очередь все-таки нормальная коммунистическая партия должна рекрутироваться из средств рабочего класса Другое дело, что в становлении, вот как у нас на Руси коммунистов рождался, был Плеханов У него было несколько соратников, они создали группу освобождения труда Выздали за границей капитал на русском языке, привезли в Россию И это, в общем-то, послужило инициацией всех дальнейших наших событий Вот это вот можно говорить, но это самый-самый зародыш, это самое такое становление было А так, без того, чтобы иметь своих членов в рабочих, среди передовых рабочих Но это вот самый, может быть, такой начальный период И надо сказать, отсюда вытекает тот факт, что у нас сейчас коммунистической партии, как авангарда Краса, в России нет И нет ее и в мире Потому что вот то, что была конференция мощная Хорошая конференция 11-го, по-моему, 12-го, да, августа Вот, там я послушал выступления, симпатичные ребята Но, с одной стороны, к ним сложно предъявлять претензии Конечно, они приехали в Россию, в родину революции Что они могли тут особо нового сказать, они здесь поучились Так сказать, и в мире вот такого коммунистического движения Как вот мощного рабочего движения, соединенного с научным социализмом Нету Это вот тот факт И нету его уже где-то, ну, я думаю, с послевоенных времен практически Там было мощное движение, основанное на авторитете Сталина На авторитете Советского Союза Люди, так сказать, выслушивали рекомендации из СССР Ну, прямо скажем, интерес от СССР в ряде случаев действовали Что, вообще говоря, не противоречит установкам на прогрессивное развитие А вот самостоятельного такого марксистского грамотного движения не было И здесь, вообще говоря, есть объективные причины Дело в том, что человеческое тысячи лет развивалось в условиях товарных, общественно-экономических формаций Которые можно вообще рассматривать как одну такую вот большую формацию Товарную, эксплуататорскую, можно разными эпитетами ее называть И она саморазвивалась Вот этот товар, клеточка, как говорил Маркс, капитализма Он из клеточки вырастает капитализм Вот он рос-рос, и, конечно, сам по себе, опираясь на интересы людей Он роман перегородки на своем пути И последняя перегородка, вот перегородка феодальная, это товарный старототальный То есть старая рабочая сила товаром, все старо продаваться, все покупаться, никакие сословия, привилегии не могли это сдерживать Только деньги, все решали Вот это вот капитализм развился в своей высшей стадии А за тысячи лет человечество уже у тебя, да, вот эти ориентиры нетоварные И поэтому капитализм не случайно многими воспринимается как вершина общества Что после него вершина развития, ничего другого быть не может Это объективно Чтобы выйти за пределы капитализма, нужно быть очень рамотным человеком Маркс, Энгельс, Ленин Ленин был, несомненно, гениальнейший человек Его апрельские тезисы, и НЭП, и многие, так сказать, вещи Но вот кто бы другой мог сделать, я не знаю, откровенно говоря Сталинберг тарантливый практик, тарантливейший практик Но он совершил ряд ошибок и по отходу от советской организации общества И по товарности социалистической экономики Из которых из этих ошибок, в общем-то, вырос вот этот джинн контрреволюции И вот это, можно сказать, было в каком-то смысле неизбежно Потому что для познания перехода к коммунизму необходимо очень много учиться И тут вот мы переходим к следующему Вот формы, что вот в рабочее движение нести Во-первых, нести надо знания Даже вот выдвижение требований Выдвижение требований рабочими, какие они должны быть Это сформулировано в первом томе капитала Маркса Вот то, о чем пишет фонд рабочей академии Что продвигает рабочая партия России Доведение зарплаты до уровня стоимости рабочей силы Сокращение рабочего времени Это все в капитале Сколько человек проштудировало первый том капитала? Поднимите руки Раз, два, три, четыре, пять Это собрался вот актив, здесь коммунистический актив, можно сказать Очень мало Причем проштудировали, я думаю, не очень хорошо Потому что от товарища Кузнецова, скажем, я на РКР Не уступлений по стоимости рабочей силы, чтобы он отстаивал И по рабочему времени тоже как-то так вот немножко все вот Какой-то политикой хочется заняться А какой политикой? Вот Степан Сергеевич совершенно верно сказал Что политические требования Это те же, по сути, экономические требования Потому что интересов, кроме как экономических, нет И самый коленной интерес рабочего краса Это построение бескразского коммунистического общества Это интерес экономический Красы – это понятие экономическое И их упразднение – это тоже процесс экономический Это экономический интерес Ну а газуется он, само собой, только политический Можно его реализовать А в каком смысле? Что значит политический? А политически это значит краса в целом. А вот это вот и есть переход к политике. Политика это не какое-то там шуршание, какие-то там требования, где-то что-то подписать, какую-то бумажку, а это вот именно доведение, объединение краса в целом под значимыми требованиями. Такое требование, оно удалось во многом, было удачным во время выдвижения Абзота, от Рудового проекта Клавового кодекса нашего. И тогда, кстати, Российский комитет рабочих это требование на своих заседаниях очень сильно поддерживало. Что касается требования индексации, оно неудачное. Почему? Потому что это не то требование, вокруг которого можно объединить. Зарплаты сейчас очень маленькие. Зарплаты сейчас невозможно маленькие, они заниженные, они не дают возможности нормально жить. И индексация этих зарплат, ну во-первых, она есть, скажем, я уже говорил и в этой аудитории в том числе, что в отраслевом соглашении оборонпрофа, там записано, что ежегодно зарплата должна повышаться на величину инфляции, причем на величину на 20% превышающую величину инфляции. То есть, инфляция 10% на 20% повышение. На предприятиях, где я работаю, это выполняется. И, так сказать, сильно богатых людей там нет. Потому что, вообще говоря, там зарплаты бывают и 20 тысяч, и 25 тысяч. Причем у специалистов мирового уровня. Я спрашиваю, а чего так? А у меня еще пенсия есть. Иван Михайлович. Я понял, я, значит, завершаюсь. Ну вот, в общем-то, основное то, что я хотел сказать. И надо понимать, что все-таки застричь, что вот главная форма сейчас, это обучение должно быть. Спасибо. Товарищ Денисов. Иван Михайлович, микрофончик, пожалуйста. Товарищи, ну, во-первых, благодарность большая и Степану Сергеевичу, и Ивану Михайловичу за очень интересные сведения. То, что они нам рассказали. И все это, конечно, важно. Вот я, единственный тезис Ивана Михайловича, с которым я не соглашусь, это тезис о том, что якобы в России нет настоящей коммунистической партии. Ошибаетесь, Иван Михайлович, есть две такие партии. Да, недостаточно еще сил, недостаточно, не хватает еще ресурсов. Эти партии нужно расширять численно, но они есть. Это российская коммунистическая рабочая партия и рабочая партия России. И удивительно было слышать от вас этот тезис, будто бы этих партий нет. А вы на два стула не разорветесь. Вот. Значит, второе. Ну, Иван Степан Сергеевич частично на мой вопрос о религии ответил. Я добавлю к этому, к его ответу, следующее. Что, как известно, религия и церковь – это наподданные пособники буржуазии. И вместе с буржуазией они грабят и нещадно эксплуатируют всех трудящихся. Да, мы прекрасно понимаем о том, что у религии корни социальные. Они заложены в экономике государства, в экономике буржуазного государства. И что без разрушения буржуазного государства с религией справиться будет очень сложно. Однако, мы не должны забывать о важности разоблачения лицемерной и фарисейской лжи церковных маркобесов. Вот это тоже одна из форм борьбы за умы людей, за то, чтобы люди переходили на нашу сторону. Об этом тоже забывать нельзя. И разоблачать религию, разоблачать ложь пособников буржуазии необходимо. Так же, как и необходимо расширять численность обеих партий ЕРКРП и РПР. Благодарю за внимание. Спасибо. Товарищ Вакулов, пожалуйста. После таких, понятно, выступлений и Павла Сергеевича, и Вас, и, значит, трудно говорить. Но я хочу сказать, что первое, сказанное говорит о том, что мы сегодня не готовы взять власть в руки. То есть, вот, просто не готовы. Но что сделать, чтобы резко войти во власть? Чтобы резко войти во власть, необходима программа. Есть у нас. Программа, которая написана, она написана все 25 лет после нашего развала. Она одинаковая. На мой взгляд, там нет главного, на что мы можем опереться. Цифры у нас очень простые. Сегодня средняя зарплата в России 36 тысяч. Средняя зарплата. Я, например, не могу ответить, из чего состоит эта зарплата. Из среднего эксплуатирующего класса и низкого, который мало получает. Я не могу ответить. Многие из вас знают, но, наверное, зададут вопрос кому-то и получат. И второе. Пенсии у нас сегодня средняя примерно 12 или 13 тысяч. Тоже опять средняя между кем и кем, непонятно. И еще. Средняя зарплата. От чего она зависит? От числа работающих без пенсионеров? Или еще какой-то цифры. У нас сегодня пенсионеров 40 миллионов. Детей примерно 20-30 миллионов. Работающих, значит, у нас 80 миллионов. Так 80 миллионов, вот это 36 тысяч? Или что-то другое. Поэтому первое в программе должно быть записано. На основании единственной, что у нас сегодня, на что мы можем опереться, сегодня плохая, но есть конституция, которая полностью совпадает с задачами, которые... Надо хорошо знать конституцию. Ребята, я ответственно говорю. Я знаю конституцию, любую статью, касающуюся наших вопросов. Я конституцию очень хорошо знаю. В конституции написано то, что найдет нам право. В конституции записано, что все граждане имеют одинаковые права и несут равные обязанности, предусмотренные законом. Вот вдумайтесь. Попробуйте, она включила. Не мешайте. Когда люди не держат в руках конституцию и высказываются, очень тяжело разговаривать. Значит, вот записано, и в конституции записано, что права граждан являются высшей ценностью. Высшей ценностью. И в конституции записано, что народ является носителем суверенитета и единственным источником власти. А у нас что? Мы набрали в 1995 году, Российская коммунистическая рабочая партия набрала 4,5%. Это 22 мандата. Но президент своим указом, противоречащим конституции, установил порог. 5% в результате нашей партии никто не стал. Не став вот эти 25 лет отсутствия в Думе, мы знания управления государством потеряли. А если бы сегодня мы поставили вопрос о том, что 5% не соответствует, во-первых, конституции, по конституции статья 55, не допускает ограничения любой граждан. Значит, в конституции не пропускается пересмотр положения конституции статьей 135, не допускается ограничение прав. А у нас получается, мы избрали, 6 миллионов проголосовали вот в эти выборы за депутатов малых партий, а их взяли и лишили полномочий на основании неконституционного закона о 5% маргеле. И не все мы молчим. А это грубые нарушения не только нашей конституции, но и в правах человека, международный пакт, предусматривает, что каждое государство обязано законом защитить своих граждан от права избираться и участвовать в управлении государством, даже международной государством. А почему? Да потому что сегодня все положения, которые разрабатывает Единая Россия, при молчалевом согласии тех парламентских партий, которые там находятся, все молчат. И о 5% вот в такой форме, что это грубые нарушения конституции, молчат. Так первое, что нужно? Если мы сегодня снимем 5%, считайте, что, и если это поднимет вопрос наша партия, и еще партия, которую вы опомянули, то это значит, малые партии будут голосовать за малые. А сегодня они почему не голосуют? Вообще не участвуют. Ведь 47,2% только участия в этих выборах были, когда выбирали. Сколько времени еще? 5 минут прошло. 5 минут еще? Нет. 5 минут уже. 2 минут, хорошо. Таким образом... У вас есть другой путь добиться власти, если вы не снимете 5%? Есть, есть, есть. Можно вам предложить? Не надо вопросов. Нет, спасибо. За пределами. Спасибо, институция сейчас... Что? Давайте вопрос. За пределами. Вот у нас лекция. За пределами. Вопросы? Давайте, товарищи, вы не задавите вопрос. Нет, нельзя. У нас сегодня... Нет, нельзя. За пределами лекции вы ответите. Интерес, с какого класса отражает наша конституция? Наша конституция? Я сегодня говорю о том, что в конституции имеется положение, которое не может воспользоваться наша партия. Спасибо. Я только это говорю. Спасибо. Только наша партия может воспользоваться. Спасибо. Все. Пожалуйста, присоединяйтесь. Пожалуйста, присоединяйтесь. Спасибо. Есть. Просить. Такое заключение. Возьму я тоже 5 минут. Степан Сергеевич очень обстоятельно, подробно нам раскрыл основные методы работы коммунистов. Причем взял и позитивные моменты, и негативные, и с точки зрения истории, и перспективы. Но я бы хотел поспорить одним из основных положений, что публичная политика сегодня это участие в выборах президента и главное направление. Степан Сергеевич, Вы совершенно правильно начали свою лекцию. В нашей обществе какое буржуазное? Два противоположных класса. И каждый класс проводит свою политику. Вот класс буржуазии, его публичная политика, да, это периодически организовать выборов президентов, думцев, депутатов и так далее. А рабочий класс, ведь он свою политику проводит, это тоже его публичная политика. Она тоже нам известна, доказана теоретически, исторически. Вот, так сказать, праздновали мы 100-летие Великой Океанской социалистической республики эволюции, подробно эти вопросы рассматривали. Вот какое главное направление, которое никакие выборы ни президентов, ни дум не отменяют? Это создание советов еще в условиях буржуазного общества. Кто их создает? Каким образом? Что же мы знаем? Когда предприятия выдвигают своих делегатов в эти советы. А что значит предприятия выдвигают? Кто выдвигает? Восточные комитеты. Вот это основное генеральное направление, которое никакими выборами не должно отменяться. И соответственно мы должны проводить работу в этом направлении. Я, конечно, должен поспорить, что единственный орган, который цельно и системно, систематически проводит, это Российский комитет рабочих. Но в остальном я хотел бы поблагодарить Степана Сергеевича и предоставить ему заключительное слово. Спасибо всем, задавшим вопросам и выступающим. Прежде всего по Конституции. Что если изменить, порог убрать, и от этого что-то изменится, то это ошибка, так думать. Потому что у нас был такой депутат Турола в Кировском, в ЗАГС Собрании. Он был единственный представитель комитета, который выполнял на общественных началах свои функции. То есть если сейчас депутат Госдумы имеет зарплату, помощников и прочее, то в случае попадания наших товарищей в большом количестве, я думаю, просто пересмотрят эти законы, никаких помощников оплачен у них не будет, зарплат не будет, но и больше, так сказать, ходить там. Если нет, будет желание, силы и время за свой счет. Поэтому надеяться это глупо. То есть на любое действие всегда есть противодействие. Что касается наших разногласий с товарищами из фонда рабочей академии, они опять проявляются. Когда вот они читают лекцию про Ленина, про выборы, вроде же правильно говорят. Потом начинают спрашивать, а на практике, вот в этих условиях, что вы? Почему так вы себя ведете, говорите одно, а делаете другое? Понятных ответов мы не получаем. Вот и сейчас о президентстве. Конечно, я же сразу сказал, что гегемония класс осуществляет через органы диктатуры и пролетариата. Что это заявка на гегемонию, что это трибуна, которая позволяет говорить в том числе то, о чем вы говорили сейчас здесь, в узком кругу. Это позволяет широко говорить. Позволяет, позволяет. Почему не использовать? Ну почему не использовать? Что вам мешает? Непонятно. Единственное объяснение, ну, конечно, есть рабочая политика, есть буржуазная. Вот те, так сказать, призывы отказаться от трибуны, это и есть буржуазная политика, которую проводят наши товарищи. Не понимают они это или не понимают, второй вопрос. Это буржуазная политика, потому что ее последствия выгодны буржуазии. По закону индексации мы давно уже говорили. Приводятся разные примеры, наши точки зрения сталкиваются здесь. Ну, когда человек работает, у него несколько лет не пересматривали зарплату, а цены выросли за это время в полтора раза, я думаю, он все понимает. И закон понимает, и поддерживает. А когда люди живут в каких-то абстракциях, каких-то оторванных, в своих мыслях, о том, как должно быть, а этого нет в реальности, ну, тогда, наверное, можно отказываться опять в тихих интересах. В интересах буржуазии, потому что и она так же считает, только с другой точки зрения объясняет это. Она не принимает этот закон, потому что она ей не нужна. Вот здесь мы видим проявление. Ну, вообще все разногласия, они обсуждаются перед лицом сознательных рабочих, и вы, и должны их, собственно говоря, и разрешить. С кем вы? Эту линию поддерживаете или другую? Спасибо за внимание. Спасибо, Виктор Иванович. Итак, объявление. Следующее занятие у нас через неделю, в четверг, 30-го числа. Тема занятия «Финансовая система империализма». Ведет занятие кандидат экономический, ну, в Галкон. Виктор Иванович, можно коротенькое объявление, оно важное. Товарищи, послезавтра состоится очередной субботник по восстановлению музея Ленина, дома семьи Елизарова. Ежели кто желает принять участие, электричка с Московского вокзала с 9.15, до 1-й и 2-й вагона. А если кто желает помочь с денежкой, то вот Ивану Михайловичу можно передать. Продолжение следует...